Если называть отрасли, от которых зависит качество жизни простых граждан, то среди них одними из первых мы назовем именно владельцев автозаправочных станций. Это они во многом определяют, сколько стоит тот или иной продукт, ведь как ни крути, а в цену любого продукта входит доставка. Плюс цена рабочей силы, потому что рабочим нужно добираться до места работы. Плюс цена, которая сегодня установлена на бензин, поэтому встреча главы республики Владимира Васильева с владельцами АЗС не привлечь внимания просто не могла. Ну а вы смотрите программу за скобками, веду ее я Магомед Тагирмурт Азалиев. Приступая к обсуждению основного вопроса на повестке, глава республики Дагестан напомнил, что за последние два года благодаря усилиям всех правоохранительных, контрольных, надзорных, фискальных органов, бизнеса, общественных организаций, рядовых граждан, бюджет республики увеличился в этом году и составил более 170 миллионов рублей. Говоря о тесной работе с директорами АЗС региона по обелению экономики, Владимир Васильев указал, что этот практический опыт обогнал самые смелые ожидания. Глава республики выразил признательность всем руководителям силовых структур за проведенную в этом направлении работу и отметил, что наряду с контрольными мерами проводились и встречи с собственниками и управляющими автомобильных заправочных станций. По словам Васильева, в первый год 2018 АЗС республики обеспечили в два раза больше налоговых поступлений. На призыв работать честно отреагировали 58 станций. Участники мероприятия получили сертификаты участников меморандума об обеспечении совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере розничной торговли горюче-смазочными материалами в республике Дагестан. Обладатель данного сертификата, подчеркнул глава Дагестана, должен соблюдать все требования закона, работать в белую. Мы, очевидно, сказал он, видим плюсы. Целые коллективы начинают брать на себя ответственность. Подробнее о результатах работы в этом направлении сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дагестан Гаджи Магомед Гусейнов. Он назвал данную практику уникальной, основанной на доверии. Первый вице-премьер рассказал, что участники меморандума обязуются в 2020 году увеличить объем розничной продажи и безналичных платежей легализовать продажи на 30%. Кроме того, по словам выступающего, количество сотрудников на одной АЗС должно составлять не менее трех человек. Руководители автозаправочных станций в рамках меморандума также обеспечат соответствие технического состояния АЗС и ГЗС всем требованиям. И те нарушения административного характера, которые можно устранить, обязуются устранить в течение года. Далее на этом мероприятии была озвучена статистика. В 2017 году все АЗС по Дагестану, а их порядка 700, платили налоги в сумме 61,6 миллионов рублей. В 2018 году после встречи главы с руководителями автозаправочных станций эта сумма увеличилась до 178 миллионов рублей. Прирост по налогам обеспечен в 1,4 раза. В 2019 году после подписания меморандума объем налоговых поступлений по этой линии составил 257 миллионов рублей. Такая же динамика наблюдается и по количеству занятых на АЗС. Если в 2017 году на них официально работали 562 человека, то в 2019 году 1672 работника. В свою очередь советник главы Республики Дагестан, руководитель Ассоциации владельцев автозаправочных станций Магомед Абакаров подчеркнул, что благодаря курсу обеления доверие бизнеса к власти с каждым годом увеличивается. Уже сегодня это взаимодействие показывает положительные результаты. Выступающий ходатайствовал за новых участников меморандума – это 8 индивидуальных предпринимателей, работники 15 СС. Владимир Васильев, подводя итоги обсуждения, поблагодарил всех участников мероприятия и указал «Вместе мы найдем понимание, если будем стремиться к общественно полезным целям». Спасибо всем, чьими стараниями нам удалось купить новые школьные автобусы, направить в горы молодых учителей по программе «Земский учитель». Это не очень просто, но это достойно и благородно по отношению к своим семьям и своим детям, которые должны жить в лучшее время. Не порадоваться таким подвижкам невозможно. Просто хотелось бы знать, почему цены на топливо в Дагестане выше, чем у наших соседей. Ну а на этом у меня все. Вы смотрели проект «За скобками» и вел его я, Магомед Тагир Муртазалеев. Всего вам доброго!